Детская библиотека номер 9, округа Майская горка, представляет Книжные каникулы в Финляндии Сказочный мир Тувы Янсен Тувы Янсен – писательница и художница, которая придумала волшебный мумидол и его жителей. Книги о мумидролях переведены на 40 языков мира. Тувы Марика Янсен родилась 9 августа 1914 года в Хельсинки в творческой семье. Ее мать была иллюстратором книг, а папа – скульптором. Первые шаги Тувы делала в мастерской, которая была прямо в квартире. Неудивительно, что рисовать она начала едва ли не раньше, чем говорить. «Возможно, наша Тувы вырастет и станет великим художником», – часто повторял отец малышки. Мысли о первой книге про мумидролей пришли к Тувы Янсен в 1939 году, во время Зимней войны. Она была потрясена войной, и ей очень хотелось дать миру и, конечно же, себе что-то доброе и безопасное. Так появился мумидол и его жители – мумидроли, а также их многочисленные друзья и родственники. А вдохновили ее на создание этого мира семья и детство, проведенное на острове Архипелага Пилинки. Каждое лето Янсены арендовали там дом у моря и наслаждались природой, общением и творчеством. Для Тувы летние месяцы были самыми счастливыми воспоминаниями детства, а сам остров стал прообразом мумидола. В каждой книге с жителями мумидола что-то случается. Они страдают, борются с одиночеством и ищут себя, но в конце концов неизменно возвращаются домой, в уютное и теплое место, где всегда пахнет вкусной едой, дом, где есть место свободе и творчеству, где тебя любят и всегда ждут. В наши дни сказочных мумитролей можно встретить на самом деле. Они живут в мумидоле или долине мумитролей в тематическом парке Финляндии, на острове Кайло, рядом с городом на Анталии. На торопинках муми страны можно встретить абсолютно всех ее обитателей, начиная от прославленных представителей муми-семейства и заканчивая снифами и сном с мумриками. В цветущей долине, окруженной горами, стоит голубой домик. Маленький-маленький, примерно со спичечный коробок. В нем-то и живет мумитролль вместе с мумимамой и мумипапой. Как? Вы не знаете мумитроля? Ну такой, смешной, пузатенький, очень симпатичный. У него еще есть верные друзья. Снумс Мумрик, который очень любит играть на губной гармошке, и Задавака Сниф. Они всегда вместе играют и путешествуют. А еще в доме мумитроля гостят дядюшка Андатр и ученый Хемуль. Дядюшка Андатр очень любит отдыхать в гамаке, а серьезный Хемуль вечно возится со своими коллекциями. Да, мы чуть не забыли о новых друзьях мумитроля. Это брат и сестра Снорки. У Фрекин Снорк длинная челка. От страха она зеленеет, а от счастья делается совсем розовой. Вот как сейчас, когда она разглядывает подарок мумитроля – золотой браслетик. Теперь, когда вы знакомы со всей компанией, начнем рассказ. В первый весенний денек, едва рассвело, Снумс Мумрик и мумитроль решили сделать великое открытие. Они позвали Снифа и все вместе зашагали на север к одиноким горам. Над морем вставало солнце. Внизу, в долине, курился дымок. Эта муми-мама уже варила к завтраку кофе. Но друзья этого ничего не видели, потому что на вершине горы лежала большая черная шляпа. «Чур моя!» – завопил Сниф. «Я первый ее открыл!» Шляпа закрыла Снифа почти до пят. «Тебе велика!» – заметил мумитроль. «Мумрик, хочешь примерить?» Но Снумс Мумрик слишком любил свою старую зеленую шляпу. «Тогда отнесем ее папе!» – предложил мумитроль. Вот так шляпа волшебника попала в дом к мумитролям. Когда путешественники поднялись на веранду, все уже пили кофе. «Смотрите, что мы нашли!» – крикнул мумитроль. Муми-папа поднял глаза от газеты. «Это как раз для тебя, папа! Примерь-ка!» Муми-папа вышел в гостиную и примерил шляпу перед зеркалом. «Ну как, идет?» – спросил он. «Пожалуй, идет!» – неуверенно сказала муми-мама. «Только без шляпы ты как-то солиднее». «Ты права! Не шляпа красит человека, а совсем наоборот!» – сказал муми-папа. «Тогда мы будем использовать ее вместо корзины для бумаги!» – сказал муми-папа. И муми-мама поставила шляпу в угол между дверью и комодом. «А теперь давайте играть в прятки! Тебе водить, Сниф!» Сниф хотел было обидеться, но передумал. Закрыл лапками глаза и стал громко считать. Все быстро попрятались кто куда. «Все, кроме мумитроля!» Он отчаянно шарил глазами вокруг и тут увидел в углу шляпу волшебника. «Лучшие прятки не придумаешь!» Муми-тролль поскорее напялил шляпу на себя. Она доходила ему до середины живота. Тогда он присел, подобрал хвостик и стал совсем невидим. Сном с мумрика выдала его губная гармошка. Она почему-то вдруг жалобно пинькнула. «Выходи!» – крикнул Сниф, отворяя дверцы шкафа. Фрёкин-снорк спряталась под диваном. Труднее всего оказалось найти мумитроля. Все принялись искать его, а он притаился под шляпой и тихонечко похихикивал. Но потом мумитроль испугался, что им надоест его искать, и сам вылез из-под шляпы. «Я тут!» Все сбежались в комнату и с удивлением уставились на него. «Ты кто такой?» Бедный мумитроль! Под шляпой волшебник он превратился в очень странное существо. Его кругленький животик совсем похудел. Маленькие ушки стали настоящими лопухами, а симпатичный гладкий хвостик ершился, как щётка. «Угадайте, где я был?» «Прежде всего ты должен представиться. Я фрюкин-снорк, и она сделала книг сен. А ты кто?» «Я король Калифорнии!» Пошутил мумитроль. «Хемуль!» Представился учёный Хемуль. «А я снив!» «А это сном с мумрик!» «Фу, какие вы скучно играть не умеете!» «Пошли лучше гулять!» Он спустился с крыльца, и все последовали за ним, переглядываясь с недоверием. Конечно, друзья не узнали мумитроля в таком виде, и даже решили его побить. Но мумимама сразу опознала своё муми-дитя. И как по волшебству мумитроль стал превращаться обратно. «Ура!» – закричали все и запели свою любимую песенку. «Эй, ребятки, завяжите бантиком хвосты!» Много поразмыслив, друзья пришли к выводу, что во всём виновата шляпа волшебника, поэтому не поставили её обратно в угол между дверью и комодом и решили больше никогда не трогать. Конец «Эй, ребятки, завяжите бантиком хвосты!» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!